Всех приветствую на своем канале. Это будет обзор, посвященный моему первому заказу по Фаберлик. Кажется, по седьмому каталогу. Вообще, я где-то в видео говорила своих, что заказывать я совершенно не собиралась. Действительно, не собиралась, но моя подруга очень жаждала порошок. И вот так получилось, что первый заказ можно сказать комом. В общем, 12-е число, получаю на базе выдачи. Я думала, что смс не приходит, но смс действительно приходит. О том, что я получаю и смотрю, что у меня вроде в кабинете он как бы доставлен. Прихожу я в наш Фаберлик, центр, где он как лет 10 назад был, так и оказывается остался. И встречаюсь я там с совершенно девочкой левой, которая вроде как присматривает за Фаберликом, потому что хозяйка отошла. Мне, правда, перед этим попалось довольно громкоговорящие две дамы, обсуждающие что-то. Я подумала, что возможно не из Фаберлик. Нашла я все-таки этот Фаберлик, спросила, что, ну, как бы мне получить заказ. На что получила, что доставки сегодня не было. Хотя вроде как должна быть, но что-то вот ее нет. Где хозяйка, непонятно. Ну, вот вы сходите в тот-то магазин и спросите такую-то. Я объясняю, что вообще не представляю, как она такая-то выглядит. Но, говорит, вы просто спросите. И мне получилось так, я выхожу, и в магазин, в котором должна была находиться такая-то, выходит женщина, мягко говоря, с не очень чистой шевелюрой, либо это у нее был парик, не расчесанный, либо волосы не мытые. Может, в Фаберлике денег не хватило на шампунь за 65 рублей, вообще, по представительству, он, кажется, даже 52 стоил. Сначала хотела взять, но подумала, что у меня очень много шампуня Ингрид Мамы. На самом деле, что у меня, в принципе, все, что нужно мне, у меня было. Но на минимального заказа надо было хоть чего-то накидать. В общем, то, что я накидала, я вам покажу. Сначала я все-таки чуть-чуть понегативлю. Уж простите, фанаты Фаберлика, если такие имеются. Ну, все-таки надо беспрекрас говорить, я считаю. И я встречаю эту женщину, и прямо с порога, говорю, ну, извинилась, спросила, не из Фаберлик ли она. Она, да, но она так очень по-хамски себя повела. Я объяснила, что я получаю заказ, и что я вроде как консультант. Что недавно зарегистрировалась. Где вы зарегистрировались? На кого вы там все такое? Я говорю, вот по ссылке в сайте интернет, почему не у нас. И начала на меня наезжать. Я подумала, что вроде бы в твою паству пришел новый человек. Радуйся, что он пришел. Какая разница, откуда? Или там тебе какие-то бонусы перепадут, а ты их не получишь из-за того, что я через Москву регистрировалась. Ну, или через кого там. Алена Курчкина вряд ли меня осмолит, но на всякий случай и привет. Спасибо за возможность зарегистрироваться. Да, и перехожу я к приветам. У меня тут такая, не сказать, что красочная, но не сказать, что картинка я тут нарисовала. Люди тут попросили меня, но мне, в принципе, не сложно. Я так понимаю, что это или полностью, или частично мои подписчики. Ну, в общем, девчонки и мальчишки. Передаю привет Кристине Синагач. Надеюсь, я правильно произнесла ударение. Привет. Я очень рада, что ты меня смотришь. Арпини Мирзоханян. Я очень рада, что ты смотришь на меня и пишешь мне комментарии. Привет тебе. Ритя Корниенко. Привет. Юрий Стрекало. Тоже привет. Вообще, ему привет от его приятеля. Владислава Романова. Ну, и тебе привет. Вот. Всем привет. Надеюсь, это видно. Ну, и, в общем, опять я что-то забыла, как это все спонтанное видео. Говорю я с этой мадамой. Она выдает, что вот, значит, вы можете получить заказ, но заказа нет. К тому, что он не доставлен, когда доставляется неизвестная. Я говорю, ну, давайте я приду завтра. Понимаете, мы не знаем, когда он доставится на должность сегодня. Я пытаюсь узнать, так как на сайте у меня в кабинете написано, что, в принципе, я могу приобрести некоторые товары, которые находятся как раз на базе выдачи в наличии. Я узнаю, вот, можно ли у вас. Я точно не помню, как ее звали, потому что один раз услышала. В общем, узнаю у этой дамы, можно ли мне, допустим, купить у нее пару пробников на базе. На что она так очень удивилась, очень разозлилась и возмутилась, что как-то так я у нее мог купить. Я говорю, ну, вот на сайте так написано, так и так, или нужно, говорю, специальный заказ сделать. Она вообще-то нужно делать специальный заказ. Ну, это, насколько мне известно, там вот тут доставка идет, да. Ну, зачем платить за доставку, если это все есть в наличии. Или на что они располагают, что пришел, допустим, к ним какой-то человек в этот магазин и хочет что-то купить. Я ему говорю, нет, ты не можешь это у нас купить. Ты должен сделать заказ. Ну, у вас же есть это все в наличии. Зачем же оно тогда стоит на полочках в разных количествах? Наверное, так, для красоты. Ну, и я говорю, ну, ладно, я тогда заберу заказ. Тут же название у этого кто-то, оказалось, там вторая мадам, тоже вот как раз из Фаберлика, и выясняется, что машина подъехала, но не может найти помещение. Так, думаю, надо же им первый раз, что ли, приводить. Но, кстати, из-за 9 мая доставка сдвинулась, и поэтому вот так вот вышел такой казус. Ну, что они мне говорят, вы можете зайти попозже, они работают до 6, с 2 до 6. Ну, и что еще чего? Типа вы должны у нас были зарегистрироваться, думаю, я бы у вас зарегистрировалась. Вы сегодня работаете с 2 до 6. Вроде как это, ты за это деньги получаешь, я уж не знаю, как там все устроено у тех, кто держит базу Фаберликов, да, базы выдачи, но у тебя вроде как ты должна с 2 до 6 быть на месте. Я прихожу, тебя нету. Как бы я у тебя зарегистрировалась, простите? Что, мне бы пришлось дать искать, и это первое впечатление, в принципе, оно должно производиться нормальным. Ну, в общем, я ушла погулять. Сначала мне сказали, на час, через час приходите. Я смотрю на час и понимаю, что это где-то будет. Я говорю, вы до 6, да, до 6. Они, ой, ну, знаете, через полчаса типа можете прийти. Ну, я пошла там, погуляла по городу, денег сняла с наличных заодно, ну, и позвонила Маше, повозмущалась вместе с ней, и прихожу обратно. Точнее, перед тем, как я пришла, у меня присмотрела смс, что типа, ваш заказ доставлен. Перед этим я, правда, эта мадам пыталась послать, вы в Евросеть идите заплатите, я говорю, у меня вообще-то заказ оплачен. Они, да, так удивилась. Ну, думаю, хрен с тобой, может, вы там наличка расплачиваться, может, вы за наличку еще какой-то процент берете. Я вообще не поняла этого юмора всего. В общем, я возвращаюсь, говорю, ой, снова здравствуйте. Вообще, я была очень вежливая, без всякого хамства, в ответ на хамство. И, в принципе, ну, когда на меня орут, я рыбею. Я вообще тупею. Не то, чтобы она на меня орала, уж сильно так, но хамское отношение такое меня просто ввело в тупик. В общем, я прихожу, снова здороваюсь. Говорю, вот, значит, вы смс-ки рассылаете, только тогда можно получить. Я, говорю, думала, что как в кабинете информация обновится не да. Вот мы приходят по ссылке, мы, значит, посылаем смс-ки. Там их уже несколько человек. Коробочка довольно маленькая. И так я поняла, что если у нас много человек, конечно, его, видимо, заказывают, но заказывают очень маленькими коробочками. И мне тут предлагают, вроде как, говорит, вот она новенькая, я хотела купить пробников, но ведь мы же не можем их продавать потом. Ну, давайте вы им продадим, она новенькая, то есть все, 5 до 10. Но мне приложили подождать мою посылку, после того, как объяснили, где ее забирать. И, значит, посылка вроде есть, но забрать не могу, хотя оплачено. И в результате мне там приходят человеки, человеки, человеки. Тетенька какая-то ругается, что я что-то недостача. Мальчик, смотрю, какой-то, пришел, нисколько ругался, но выяснилось. Ну, в общем, у всех перепутанные коробки. Я так поняла, что половины просто не получили своих заказов. Так же, как и я. Точнее, часть заказа есть, сейчас заказа нет. И тут дальше выясняется, что порошки, которые мы заказывали, я себе 120 грамм, который маленький, а Маша себе килограммовый, они не пришли. И придут, возможно, в следующий вторник. Но когда они придут, я не узнаю, мне нужно самой созваниваться с человеком, объяснять, кто я такая, зачем я ей звоню. Не раньше 11 или 12. Я говорю, а можно после часа? Думаю, ну, типа, можно. Можно это. В принципе, все было не по порядку, но объясняю вот сейчас вот это все организационные моменты. Все эти прелести сервиса Фаберлик в Угличе. И мне, значит, вот вы позвоните, потом придете, то есть все. А я собралась, уйдет в среду в деревню, ну, думаю, ладно, во вторник позвоню, если что, заберу. У нас, типа, доставка во вторник. И пишут мне там телефон на чеке, поскольку мне лучше позвонить. А дальше выясняется, что мало того, что порошок не пришел, гель-пена для душа, которую я хотела попробовать, что-то там такое райское, вот у меня в чеке оно есть. Сейчас я узнаю. Гель для душа и любовное цветение. Те 310 миллилитров. Они мне пришли, в общем, мало того, что пол коробочки было залитым этим гелем, крышечка была полностью сломана. Ну, и мне говорят, это вы себе или кому-то? Я говорю, себе. Я сначала-то не разглядела, что там он не полный. И думала, взять, думаю, мне уже эти проблемы от них в этом Фаберлике вот так сидят. На что, ну, понимаете, он такой, мы вам вернем деньги. На счет. Я-то думала, ну, на счет там это туда место, откуда я платила. А тут получается, что типа возврата, как в Гринмаме. Ну, думаю, ладно, хрен с ними, может, когда-нибудь что-нибудь закажу, а может эти 60 или сколько там рублей мне погоду не сделают, под 50 до скончания века. Потом выясняется, а я уже выбрала эти пробнички, выясняется, что один пробничек я хотела взять для плиты, для туалета и для ванны. Вообще-то, универсальное средство мне казалось, что они должны быть как-то и для ванны, и для туалета. К примеру, санокс. Помыл и все ништяк. Или что-то такое вот из фикс-прайса, не помню название, но как-то покупала, по действию оно похоже и на до места сына санокс, очень хорошее, и недорогое. В общем, я выбираю, приготовлю деньги. Я знаю, что они по 29 рублей, потому что смотрела на сайте. На что мне говорят, ой, в этом каталоге у нас нет, в этом каталоге у нас нет. Думаю, ладно, подожду, посмотрю, может, это я не знаю, неправильную цену знаю, они лучше знают, ой, они по 29. А вот это вообще пустая, как раз оказалось для то, что для плиты. Потом мне говорят, ой, она такая хорошая, сейчас идет по скидке, обязательно выпишите себе. Я думаю, да, не пробую, я ее, конечно, выпишу. Я, конечно, совсем, извините, лох. Ну, и мне достается два таких средства, чудо-средства. Чудо-средства для туалета. Я не знаю, для чего оно вообще создано, для какого туалета, сколько там надо держать, больше 10 минут я даже держала, ничего он мне не отмыл. Но зато он шикарно отмыл плиту. Чудо-средство. Чудо-средство, кстати, очень густое. И, когда капается, даже непонятно вообще, как оно разделяется и чем его разделять, то у меня осталось где-то, ну, чуть меньше полтюбика. Домой, как ни, ну, его допользую, буду им мыть плиту. Чудо-средство для ванны. Ванну оно отмывает, честно сказать, ну, допустим, белизной вы залили, вот куда белизна попала, то и отмыла. Недолго я терла. Более-менее, оно отмыло в ванну, но чуть похуже, чем санокс. Хотя, ну, вроде как, 29 рублей, такая штучка. Хотя они мне обошлись вообще по 30. Не скажу, оно 29, но с вашей 60. Я думаю, может, у них сдачи нет, может, еще что-то. Ну, это процент за доставку, вот этот процент за доставку, я очень удивилась, оно стояло на базе выдачи. Это какую доставку? Из рук в руки? В общем, еще я помыла ей свою раковину, которую, в принципе, я отмываю даже просто какой-нибудь каплей сорти. В общем, я ей не вдохновила. Сначала, когда отмывала, да, и остатки, я уже там где-то половину попыталась отмыть туалет. Думаю, ну, может, получится, он мне вымыть туалет. Я специально его решила протестировать, но так-то, в принципе, мне есть чем-нибудь туалет, ту же ванную. Ну, и оно как-то вообще никак, и ощущение у меня было, что оно раза в два или три разбавленное. Было оно с пузырьками, такая полупрозрачная белая жидкость, вот это хотя бы видно по цвету, что это, и что оно действительно густое. То ли мне уже попалась разбавленное, то ли я чуть не поняла. В общем, я этим не вдохновилась, и вряд ли я буду эту фигню брать. Дальше что у нас? Ну, порошок, значит, у нас достанется. Заелик мне, возраст делается через две недели. Так, а дальше у нас был, я заказала два шарика соли. Я, конечно, ее делаю сама, но надо было чем-то забить заказ. И, в общем, шарик соли, лимонная мантпассия, исключительно из-за рекламных видео, Ленки. Она так классно рассказывает про это лимонная мантпассия, что я просто решила заказать, ну, думаю, может быть, дать шанс. Поэтому по берегу. В общем, вот этот шарик еще, в принципе, в нормальном, можно сказать, более-менее нормальном состоянии. Я думаю, его сегодня опробовать, хотя я, в принципе, ванну вчера принимала, но думаю, можно сделать исключение, ничего не будет, если ванну каждый день, наверное, принимать. В общем, опустите шарик в теплую воду, дождите полное растворение, принимайте ванну при температуре 37-38 градусов в течение 10 минут для наружного применения. Ну, и тут какой-то там загадочный состав. Бьюти-кафе, ароматный бурлящий шарик для ванны, лимонная мантасия. Через пакетик не очень понятно, чем пахнет, а вот этот шарик, это у нас астронавтик, плюс 3 фаберлик, большой фруктовый метеорит, ароматный бурлящий шарик для ванны, для детей. Ну, в принципе, шарик, он и в Африке шарик. Тут 110 грамм, а тут 110 грамм, хотя на сайте было написано 125 грамм. Я еще удивилась, что шарик несколько меньше, чем заявлено. Ну, и вот он в каком состоянии. Вот здесь он поломанный, порубленный, не знаю, может быть, конечно, тут какой-то загадочный рисунок, мне это не понять. Но он слегка в порушенном состоянии мне пришел. Даже если там должен быть рисунок. Вот здесь он с песочком таким осыпается. Какого он у нас числа я тут где-то видела. Сделан он у нас на 21 декабря. Ну, а это счастье у нас чуть поновее. 5 февраля. Так, с потом у меня было мыло из серии Beauty Cafe лимонная манпассия жидкое мыло лакомство взлетело. 0 калорий. Я его пока не вскрывала, но могу сейчас открутить, чисто понюхать. Пахнет не совсем понятно, но думаю, при мытье может быть, получится его более разнюхать и понять. Так, теперь фиг закроешь. Все-таки закрыла. тут, как и заявлено, 300 миллилитров уже радует. Сделан он 8 октября. Слушайте, такая сказочная дата. Прямо как моя первая смерть. После открытия живет 8 месяцев, 8 октября 15-го года. Так, это мне досталось по акции, что-то там на 299 закупаешь и потом можешь купить его за 52 рубля или как-то так, если я правильно поняла. Сделан он у нас, не поверите. Если я ничего не путаю, то кажется, практически год назад, 20 апреля. После открытия живет 8 месяцев. 200 миллилитров Бьюти Кафе карамельное пролине гель-масло для душа. Вообще, мне гель-масло обычно нравится. В фраше, допустим, такое было. Но я решила попробовать, думаю, может здесь такое клевое и вообще надо Фаберлику вроде как дать шанс. Ну, не только же порошки стиральные у него хорошие и потом кому-то подходит, кому-то дед, надо попробовать. И вот эта вещь. Так, тут у нас 150 миллилитров в 8 месяцев после вскрытия. Это тоже карамельное пролине полирующий скраб для тела Бьюти Кафе. В общем, выглядит он вполне прикольно. Не сказать, чтобы я все это успела сегодня попробовать, но я думаю, все-таки в ближайшие дни я это заюзаю и узнаю. Если кому интересное мое мнение, то я могу или в комментариях отписать, или просто заснять мелкий обзор. Потом мне дали вот такой купончик. В принципе, такая же лохотронщина, как и в Иван. Когда я мне попал за купончик, вроде как на все, но на самом деле не на все, и вообще только на один продукт. И каталожик. Каталожика тоже не было в коробочке, каталожик мне уже выдавали на руки на месте. Ну, и пакетик, который якобы очень много выдерживает и быстро разлагается. Не знаю, что тут такого быстро разлагающегося. Но, мягко говоря, я не в восторге от Фаберлика, от этого заказа, не в восторге от этого сервиса, даже больше не в восторге от сервиса, чем от самого Фаберлика, потому что вот это все я пока не пробовала, не могу сказать свое объективное мнение. Но вот этот вот сервис, это отношение к клиентам, это какой-то, извините, как бы так цензурно выразиться, чтобы нецензурно не выглядело. В общем, ад и Израиль. Жуть какая-то. Ну и что у нас тут? Да, пожалуй, все. Буду я во вторник звонить им, объяснять, что мне от них надо, что у меня там остался половина оплаченного заказа. Да, я делала минимальный заказ, я не набирала. Сначала мне пришло смс, что если вы делаете заказ на 946 рублей, то вы получите духи за 1 рубль, потом выясняется на сайте, что за 1100 с чем-то там и за 1 рубль, а потом я подумала, нафига мне эти духи, у меня этих духов дофига. Я еще думала заказать пару духов, но что-то после этого суперского сервиса и в каком состоянии это все доставляется, я, пожалуй, подумаю. Ну, я, конечно, подкину, может, каталог в библиотеку, может, там что-то кому-то надо, раз минимальный заказ 750, но я пока воздержусь от принятия решений в плане заказов. В принципе, у меня сейчас все есть, в том числе и духи, но и потом, если что, вот у нас встреча с Аленкой будет, я попросила принести, если несложно, несколько занюхнуть вариантов туалеток из Фаберлик, если мне что-то понравится, то, конечно, я закажу, но так специально что-то делать, ради того, что там какие-то копейки на счету валяться будут через 2 недели, товариации. Да, и Аленка, привет тебе, и спасибо за твое видео с лимонным Монпасье, что, в принципе, меня мотивировало на заказ некоторых продуктов. В общем, если вы досмотрели до конца, и это было вам чем-то интересным и полезным, то я очень рада. Ну и ставьте комменты, пишите, точнее, пишите комменты, ставьте лайки или дизлайки, и подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока!